Ну, после некоторого перерыва, во время перерыва я изучал новый для себя Игорь Хаскель и не очень много времени читать лекции. Продолжим чтение наших лекций в части изучения программирования сегодня рассмотрим тему обработка ошибок, то есть Error Treatment. Ну, Treatment, на самом деле, не совсем правильно, борьба с ошибками. Рассмотрим, как это в разных языках программирования реализуется и начнем сначала с теории. Ошибки возникают, вообще говоря, по двум основным причинам. То есть ошибка, касающаяся выполнения некоторой операции, выводящей значение, то есть результат из допустимой области. Ну, в частности, это деление на ноль. Вот. И второй вариант – это фактически противоречие какому-то, ну, какому-то математическому закону. Ну, например, в качестве ошибки можно подразумевать решение квадратного уравнения, да, выходящее за область от мер рациональных чисел. Ну, то есть, например, когда дискриминант отрицательный. Ну, и тут еще вопрос, является ли это ошибкой или нет. То есть, в одном случае, если мы не обрабатываем комплексные числа, мы считаем это ошибкой. Ну, можем считать это ошибкой. В другом случае, мы можем сделать более серьезную, продвинутую программу и учесть этот вариант. Ну, давайте, как раз, напишем этот вариант решения квадратного уравнения на языке C. Значит, я не буду здесь занимать ваше время набором текста. Значит, если только набью, я вам продолжу чтение. Ну, вот, мы здесь задаем верхний уровень управления нашей программой, да, то есть, мы хотим решить квадратное уравнение относительно входных параметров ABC. Ну, я помню, что при этих значениях у нас как раз дискриминант будет отрицательный. Вот. И у нас, получается, возвращаются два значения X1 и X2. Вот. Так как мы в языке C здесь пример рассматриваем, да, и несколько значений в C сходу так не вернешь, то такой стандартный C способ передать указатели на переменные, ну, X1 и X2, то есть адреса этих переменных в оперативной памяти, ну, а также некоторый RC, то есть это result condition вообще расшифровывается, ну, и по привычке его ставлю. И вот этот RC, это будет некоторое целое число, но на самом деле это будет иенум. Я сейчас его определю. Вот я определил иенум. Иенум – это набор констант. У них, как правило, в качестве значения значения это целые числа, то есть, например, no solution у нас будет номер 0, и вен будет иметь номер 1 и many, соответственно, номер 2. Ну и дальше мы, например, можем написать управляющий оператор if, ну или case даже можно написать. Ну, я их привык писать. То есть, если там вот C у нас равно номер 0 solution, да, как ошибочная ситуация, No solution, то на экран выводим сообщение о том, что у нас нет решений в рациональной области, в области действительных чисел. print автопостановка что-то у меня не работает, ну ладно. print no solutions backslash m «питается сохранить автоматический текст каждые пять минут у меня», но не получается у меня. Если RCA у нас равно event, event ну тогда у нас имеет место четные корни print и здесь пишем. Я не уверен, что это я правильно по-английски написал. EWON ROOTS процент 10.5 F. Напоминаю, что 10.5 с процентом спереди и F сзади. Это распечатка числа с плавающей запятой очередного параметра, у нас в X1, например, будет передаваться информация. При этом число выделяется 5 в 10 символов, из них 5 после запятой. Так, ну и последний вариант. Их не будем уже ставить, это когда у нас два решения. Получается, да, мы пишем оба эти решения, 10.5 F, пишем 2 плюс. Я здесь специально не делаю никаких вводов с клавиатуры, у меня это, честно говоря, полетит. Мы в режиме тестов работаем. Так, ну я пока сейчас допишу solve. Вот я решил маленький сигнатур solve поменять. RC мы, по идее, можем вернуть. Сравнившим TRC равно, так так будет красивее. Так, ну продолжаем писать, собственно, решение квадратного уравнения. Ну тут, кстати, тоже интересная тема. Это числа с плавающей запятой. Вообще говоря, нельзя так взять и просто сравнить два числа с плавающей запятой. Даже больше, меньше или равно. Это очень интересная задача, поэтому и всегда избегайте проверки равенства. То есть когда на больше, то еще можно как-то проверить. Вот на равно это зависит от ситуации. Например, можно вычесть сравниваемые числа друг из друга, взять от этого абсолютное значение и посмотреть, чтобы это абсолютное значение было меньше некоторого ε. То есть они различаются друг от друга не больше, чем, наверное, 0, 0, 0, 1. Но мы здесь попробуем избежать равенства. Ну тут еще степени заменил. Так, x1 получается это b в квадрате, то есть b2 минус корень из d, qd, это s2t от t. c содержится в библиотеке math. Чтобы вообще говоря, наша программа работала, нам нужно добавить в процессе компиляции флаг-lm. Или подлинговать, подключить к нашему исполняемому модулю библиотеку математики, libm. Так, ладно, делаю программу дальше. Так, вот мы рассмотрели вариант, где у нас два корня. Мы должны вывести, то есть вернуть мы, да? b2, который у нас там дальше в программе не проверяется. Так, теперь рассматриваем вариант, когда дискриминант меньше 0. Теперь четные корни. то есть это когда b равно 0, да, то что мы старательно избегали. То есть b2 делим на 2 и все это присваиваем x1 и x2. Сейчас сначала я верну even, так и теперь буду исправлять ошибки. То есть вот у нас видите указатели на x2, да, то есть это адреса, поэтому нам нужно зверточка, разименовать их таким вот образом. Зверточка обозначает записать, здесь скобки поставлю, разименовать, то есть записать по адресу значение вычисленное с правой стороны. Сейчас будем запускать программу и исправлять ошибки, если они будут так, в общем, gcc, gmuc-compiliator-o. Еще эту программу можно, скорее всего, запустить и в онлайн-гдб, вот, но здесь удобно ошибки исправлять. Значит так, что у нас программа A называется, да? FNA.s.y.lm. TimeDevъ, оно мне понравилось. Ошибка была в слове TypeDev. Ошибка в написании printf. Ну вот она скомпилировала, теперь запускаем нашу программу и получаем новую solution. Еще забыл сказать про ошибки в программе самой, то есть то, о чем шла речь вначале, это ошибки, которые возникают при обработке данных. То есть это в основном выход за границы допустимых значений, переменных, то есть значений типа данных. Например, факториал от отрицательного числа нельзя вычислить, либо там делить на ноль. Другие варианты это ошибки в программе. Опять же ошибки в программе они находятся в режиме трансляции, то есть соответствие типов данных. Мы про это еще посмотрим дальше по лекции. И второе это ошибки, которые выявляются при выполнении программы. То есть они имеют характер такой же, как выход за границы типа, но они порождаются не тем, что вычисления идут неправильно, а тем, что программа просто неправильно написана. Например, в некоторых языках, ну там в языках типа Python, где у нас динамическое типизирование используется, то есть типы проверяются в процессе выполнения конкретных операций. Вот если мы захотим разделить строку на число, то этого мы сделать не можем, и об этом мы можем узнать только тогда, когда программа будет уже выполняться. Так, давайте попробуем найти решение. mp-1 поставил. Потом, кстати, еще один способ я вам покажу. У меня тоже уже на лекции показывал. Это тестирование. Мы проведем тестирование нашей программы решения квадратного уравнения. То есть если кто помнит, то это хорошо, а кто не помнит, то повторит. Ну да, у нас же b в квадрат возводится всегда. Давайте а минус единицу поставим. Вот у нас почему-то четное получилось. Ну да, 1 в квадрате минус 1. Получился 0. Ведь оно как повезло. Вот c2 поставим. Ну, по-моему, кстати, тоже решения нет. Странно. Отчетное значение. Вот это тот случай, когда у нас программа работает неправильно. Я из-за свеивания неумательности не могу найти пока проблему. У меня очень сложно. Получаются очень простые программы. Это любимая у всех ошибка. Здесь пытаемся присвоить ивен. И он, естественно, будет район ивен. И истина одновременно. Потому что не 0. Сейчас уберем лишнее. Я убеждался, что она прошла через эту ветку. Через эту ветку. Так. Два решения. Два корня. 62 минус 15. Что довольно странно. Нет, все правильно. 5. Да, вот корни. 6 минус 1 и 6. Так. Мы теперь тест напишем еще. Проверку, да. То есть нужно тестировать ABC, X1, X2 и RC. То есть тест будет вам показывать, что при ABC мы нашли правильно. Либо у нас существует теорема Виетра. И в случае, если мы сделали что-то неправильно, мы должны выйти, порождая исключительную ситуацию. То есть создание исключительных ситуаций, это такое поведение программы, при котором дальнейшее исполнение программы, ну или состояние программы, такое, что при Дальнейшее исполнение не имеет смысла. Например, деление на ноль, да. Произошло, и дальнейшего смысла его исполнять нет. То есть, и при этом обычно происходит выход из программы в операционную систему. В общем, сейчас вот я тест этот реализую. Солюшен. 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 Трц. Ну и нас больше всего будет интересовать. То есть, если RC у нас равен нул Солюшен, тогда мы ничего не проверяем. Просто выходим. Так как у нас void, функция void, она возвращает ничто, поэтому нам не нужно писать аргумент в операторе return. Так, по-моему, заточку забитую не обязательно. Если RC у нас равно even, рассмотрим здесь вариант, да. и если все остальное. Комментарий напишем. Будем использовать терему пьета. Ну, надеюсь, правильно его фамилию написал. Вот я написал первую проверку, а не равную нулю, да. Потому что мы потом делить на нее будем. И тут вот возникает такой интересный вопрос о том, что надо бы ее было бы и сюда воткнуть, прежде чем выполнять на дне операции. Ну, во-первых, если A равно нулю, то это у нас уже не квадратное уравнение. То есть у нас нет члена с x в квадрате. И это, кстати, тоже, да, важный момент проверки допустимости значения. То есть мы можем вычислять значение квадратного уравнения при A не равном нулю. То есть при A равном нулю мы, значит, по идее можем, конечно, вернуть no solution. А тут тогда у пользователя нашей программы может возникнуть вопрос о том, что... Точнее, может даже не возникнуть вопроса. Или сомнения о том, что, наверное, он входные данные неправильно подал. Вот. Ассорт, он, вообще говоря, такой вариант решения этой проблемы несколько грубый. То есть по идее программа должна выдать сообщение на экран о том, что входные данные неправильно. То есть можно написать было if. Если A равно нулю, то выдать сообщение. И потом уже мировые вывалится. Ну вот. Я посмотрел справочники. Все. Не предусмотрено дополнительного сообщения. То есть это оператор. У него в параметрах условия, которое должно выполняться. Кстати, выполняться и не выполняться. То есть это надо... Ну да. Не равно нулю справить. В случае, если A равно не равно нулю, то продолжаем разговор. Ну тут опять вот наша задача как-то с равенством справиться. Ну давайте пока просто равно будем использовать. так по один раз посмотреть, чтобы отклонение было меньше эпсила. Ну собственно, теорема Виета. То есть само уравнение у нас вот такое. То есть x минус x1 на x минус x2 равно нулю. То есть одно из этих множителей должно быть равен нулю. То есть либо x равен x2, либо x равен x1. Вот теперь мы раскрываем скобки и получаем x в квадрате плюс x умноженное на x1, точнее это минус, да, получается. минус x1 минус x умноженное на x2 плюс x1 умноженное на x2. В скобки специально взял. Ну а теперь здесь мы сокращаем, получаем, что минус x, я убежал все, x минус x2, да, получается вот в нашем ровне x в квадрате, минус x умноженное на x1 минус x2 плюс x1 на x2. Вот. И теперь получается, что вот здесь у нас единица, да, умножается. Это у нас новый В, сокращенный на А. Это С, сокращенный на А. То есть вот это вот С. То есть x1 умноженное на x2 равно С. Ну так можно написать, что x. То есть С у нас равно x1 умноженное на x2. assert b это будет минус, что там, x1 минус x2. Ну и обратно скобку. Кстати, плюс. Да, поэтому у меня тройка была по математике. Здесь можно 0 еще написать. Вон точка 0 минус x1 минус x2. В любом случае, если мы здесь что-то неправильно написали. О, мы это увидим. Ну, вообще, по идее, нужно брать абсолютное значение между разницей c и x1 и x2 и смотреть, чтобы оно было меньше некоторого епсилона. Ну, числа заданного. Значит, что мы делаем с ивеном, да? С ивеном получается в такой случае x минус x1. Так, ну, во-первых, тут такой технический ассорт x1 равно x2. Во-первых, чтобы вот эта программа вернула у нас оба x. И теперь берем один из них. x1 минус x1 у нас равно 0. Получается. Так, а квадратное поменение такое у нас получается умноженное на x минус x1. Ну, можем нижнее переписать. Получается x в квадрате минус 2 умноженное на x1. Ну, или x2 умноженное на x плюс x1 в квадрате. Ну, x1 умноженное на x1, да? Потому что x1 равно x2. Ну, все. Можете ресерты наши переписать. Так. Ну, можно. Это, кстати, нам здесь тоже по идее должно быть. В обоих же случаях а не должно равняться нулю. Потому что сейчас делить опять будем. То есть, выделить на а. а можно заранее там перед if поделить. Потому что мы новым solution уже проверили. Все, что как бы особого смысла не имеет. Значит, b делить на а у нас равно, что получается, минус 2x1, да? c делить на а получается x1 умножить на x1. Исправим ошибки. Тут при копировании звездочки скопировать. Почему я не люблю копировать? Потому что много времени потом входит на исправление. Видите? Assert. cx1.0.2. Failed. И вот мы не знаем, насколько, вообще говоря, отличается это значение. Тамарская строка. 46-ая строка. А ведь Assert, он это макрос, он позволяет номер строки еще выдавать на экран. Хорошо. Давайте распечатаем, сколько будет c минус x1 умноженное на x2. Равно процент 10.5f. backslashm не забываем. c минус x1 на x2. Видите? Получилось 0. Да? На экране. Вот здесь вот. Ноль. А равенство говорит о том, что он не выполняется. Поэтому мы сейчас будем здесь внутрить. Давайте простенький макрос напишем. cmp-ская называется. cmp-ская называется. cmp-a-b. Причем a и b могут быть выражениями, содержащими всякие там запятые. поэтому принято их брать в скобки. Абсолютное значение a минус b меньше эпсилон. Так здесь точку запятого не ставится, потому что вот этот текст cmp-с параметрами заменяется чисто на вот этот текст. Поэтому эпсилон мы можем брать, браться из контекста. Давайте эпсилон зададим здесь double. Эпсилон, например, равно 0.001. Ну или если писать культурно, 1e минус, например, 5. Не 15, а 5. То есть единица на 10 минус пятой степени. Единица умноженная на 10 минус пятой степени. Ну и теперь нам нужно... Кстати, тут можно и assert переписать еще. Давайте напишем assert. Вот так вот. Теперь заменяем все assert. Здесь мы можем даже точно на равенство проверять, потому что мы здесь именно так и присваивали эти значения. Поэтому здесь все правильно. А вот здесь уже надо писать cmp. cmp. Ипсилон будет браться из контекста. cmp. 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 Исправим ошибки дальше. Он пишет, что для макроса используется два аргумента. Указываем один аргумент. Потому что их нужно два указать. cmp. 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 cп. cmp. 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 Память меня, как обычно, подвела. Тут надо забыть минус. Здесь тоже минус. Тут получается B. Да, ну то есть, благодаря теореме Виета, я так и нашел ошибку в программе вычисления квадратного корня. Тут знак минус забыл. То есть у меня B не выставлялся, согласно стратегии ТМП. Ну то есть, мы же здесь сомнению не подвергаем, что у нас тут все правильно, да? То есть у нас есть два числа А, Б. Мы их вычитаем одно из другого и сравниваем абсолютные значения полученной разности с эпсилоном. Если меньше, то считаем их равными. То есть это типа аксиома, да? То есть мы здесь ошибок не делаем. Потом одно время не срабатывало, значит, вот этот assertion. Точнее лишнего срабатывало, но там как раз проблема была с сравниванием с нуля. Потом вот этот assertion. Так как мы знаем, что B в квадрате единица минус 4AC, где А на С, это будет минус единица, то есть это будет минус 4. Минус минус 4, это будет 5. То есть дискриминант у нас равен 5. Причем там... Ну да, 1 плюс 4. Это ответственно он положительный. То есть корней ровно 2 получается. Так, ну ладно, в общем, здесь с этим все ясно. Значит, как обработать исключительные ситуации, то есть вот эти assertion, и продолжить работу программы? То есть существует система программирования, где исполнение или как создание исключительной ситуации можно перехватить. Таким примером является и система, например, Python, да? Давайте эту программу перепишем на Python. Лениво, конечно. А точка PY. Все вот так скопирую. В Python есть специальный пакет, модуль, в котором можно ену делать. Ну, нам здесь достаточно просто набор константов. Так а тут единственное, что нужно делать там. То есть no solution номер плюс 1. Там mini. No no even. Тоже плюс 1. Вот эти пакет автоматом мы расставляем. Ну и тогда тут есть def. То есть Python может несколько значений, да? Возвращаетесь, то есть x1 и x2. И в том числе и вот это вот значение rc. То есть solve. Вот здесь можно не писать. Можно и писать. Типы данных. Так, x1 и x2. Двойточие. Значит, assert. Пайнт они тоже есть. Вот. И у него можно задавать параметр. Как раз. Сейчас я открою подсказку. Пока грузится остальное, пока подправлю. Если ты больше нуля. Так, у нас так остается. Return. Магни. Элиф. Дм меньше нуля. Return. Элс. Скобки убираем. x1, 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 x2, return. Так, тут только соответственно x1, x2 и vn, x1, да, x2 нам все здесь не могут, естественно. Так, из qrt, куда девался qd. В принципе, эти не так долго. Если код уже есть. Так, ну, define'ов нету. Здесь можно глобальный квинтепсиму задать. Там, что у нас был 1, e-5. Скобки можно не убирать. Двыточие. Единственное, что неудобно. Этот вот assert Он будет показывать номер строки, ошибку, номер 25, и они там, где кмп используется. Ну, это недостатки такие. Так, тест адаптирую. Так, скобки надо вставить. c Это у нас параметры. x1 и x2 и rc тоже параметр. Так, здесь описано у нас какое-то другое. Значит, если rc равно 0. Все нормально. Так. Комментарии. assert не равно 0. Так, точки с той. Ну, и так далее, в общем. Вот мне тут заменять print на print лень. Принт, фу, присылаю print. Хотя, вообще говоря, так делать не стоит, потому что смысл затуманивается. Становится менее понятно. Так, тут мы так делать не можем, к сожалению. Ну, хотя мы можем тройку и тройки прибавить. Так, это нам не надо. Теперь же c. Нужно эти заметь, x1 и x2, да? Что у нас тут? Какие проблемы возникнут? Мы не у нас три значения, и мы два значения возвращаем. Вот, а нам нужно было тоже, чтобы она три значения возвращала. Но solution, соответственно, тоже три значения. Тогда мы можем эту операцию присвоения выполнить. Так, ну, тут еще операцию строками делать. То есть, вот эти вот placeholders, форматные строки, они, в принципе, являются стандартными. И нам особо не надо тут утружитаться портированием. Единственное, что print, он просто печатает значения. А нам нужно значения в вене строки распечатать. Вот операция процент, если выполняется над левым аргументом строкой. И каким-то правым аргументом она, операция интерполяции в результате получается. То есть, в результате получается строка, где подставляется значение вместо placeholders. Еще мы попробуем это запустить. Так, мы ssrt и посмотрели еще. Вот у него две формы, ssrt, condition и condition message. Это, собственно, сообщение можно выбить. Ну, например, давайте один assert сделаем с condition. Это оператор. If c, это macOS. A cannot be equal 0. Ошибка времени исполнения. Там мы импортировали в C математику. У нас глобальная функция получалась ssrt. А здесь мы, если модуль math импортируем, то у нас будет math.sqrt. Так как нам лень дописывать math. То есть, будем использовать from math import. Ну, можно тут написать, что конкретно. sqrt, faps. Ну, и смотрим, что дальше. Тут, скорее всего, проблема с приоритетом операции. То есть, как питон интерпретирует эту конструкцию. Сейчас скобки расставим, подскажем ему. Ну, вот. Два корня. Ну, тут, баксошеный, я не буду убирать, да, что print, он такой. Ну, можно, в принципе, сделать следующим образом, что print. У нас все print и получается одно аргументное. То есть, print от x. Print от x. Это будет print x. На конце ничего. Обычного принта, там берет строки. Haskell. Программирует на Haskell интересно тем, что у него очень мощная система типов. Если программа скомпилировалась, то у нас, скорее всего, будет работать правильно. То есть, когда мы в Python программируем, мы тратим время на постоянные перезапуски программы, чтобы выявить ошибку. И может случиться, кстати, так, что до нужной ветки алгоритма, до того места, где вот ошибка есть, алгоритм может не дойти, в принципе. То есть, мы можем программу кому-нибудь уже подарить на использование, а где-то там внутри ошибка. Вот. Использование языка с строгой типизацией, она, вероятность внесения такого рода ошибки, ну, хотя бы ошибки неправильного использования типов, она уменьшает. Так как типы синтаксические проверяются заранее. И семантически тоже. Что-то я увлекся. Рассказываем, оказалось, что мне она ничего не пишет. Значит, вот. Еще хотел сказать, что у нас есть функция факториал, так? И нам нужно каким-то образом передать в вызывающий факториал код информацию о том, что входной параметр x, например, неправильный. Причем это можно делать в грубой форме. Значит, первый вариант мы в качестве возвращаемого значения возвращаем некоторое число вне диапазона, вне диапазона значений, то есть вне диапазона значений функции по оси y, да? То есть, повторяю, у нас число больше нуля всегда, да? То есть, единица и так далее. А мы возвращаем вне минус единицу, да? То есть, error. Я вот в ЕМ еще один добавил, error. Так как иенумы, то есть solution t и факториал, то есть in, вот этот вот, они здесь типа эквивалентные, то есть максимум, что сишный компилятор при определенных настройках может указать вам, что вы как бы разные целые числа используете. Вот. Вот, в общем, вот мы возвращаем там типа минус единицу, если нам там минус единицу поставим. Второй вариант мы можем делать глобальную переменную записать, да? Ну и третий вариант мы можем делать какое-то возвращаемое значение, типа solution t, звездочка, error, и ему присвоить значение. Ну, давайте все это вместе напишем, хотя обычно мы в программе так не делаем, скажем, звездочка, error, разименовываем error по своему, error. Так как C не поддерживает исключительные ситуации, да? Мы можем только таким вот образом логическую часть поддерживать, обработка ошибок. Я там код не стал писать, как он там этот факториал вызывает, но хотя можно писать два типа. То есть если там факториал, например, один из вариантов, факториал, у нас параметры, там меньше нуля, ну вот тогда пишем, там error, у нас какая-то ошибка произошла. Вот. В качестве, опять же, кода ошибки можно брать некоторое число вне диапазона. То есть если факториал будет возвращать у нас что-то меньше нуля, вот этого что-то меньшего нуля, там очень много. То есть минус один, минус два, минус три, минус четыре. Вот эти значения, минус один, минус два, минус три, минус четыре, мы можем использовать в качестве указания кода ошибки. А потом для них написать код, который пользователь интерпретирует. Вот. Таким образом работают, например, системные вызовы. Например, fork, да, в линуксе. То есть вот fork, это системная функция, она занимается тем, что вот процесс, ну то есть программа исполняется, 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 потом запускает fork, и операционка копирует процесс, то есть выдает две одинаковые программы, и они будут отличаться только возвращаемым значением fork. То есть процесс, который fork вызвал, fork вернет идентификатор нового процесса. Этот новый процесс называется дочерний процесс. А в дочерний процесс fork вернет ноль. И таким образом эти процессы могут понять, кто из них дочерний, кто из них не дочерний. Ну а если fork возвращает минус единицу или что-то меньшего нуля, ну тут вот минус единицу, видите, возвращает, то значит произошла какая-то ошибка. Ну, например, не хватает ресурсов там или памяти нету. Вот, и по идее в переменную erno, есть такая переменная, но по-моему она здесь системно вызвана, да, они используются. Помещается код ошибки, его можно потом при помощи специальных функций. Вот здесь вот она должна erno, вот список ошибок, видите, egen, gen, edaf, это не все имеют, по-моему, отрицательное значение, и они могут возвращаться. Вот если системный вызов write, ну, запись файл, да, помеченный файлом в дескриптор, буфера с таким вот объемом байтов, это указатель на какие-то байты, да. Если все в порядке, то size t возвращает число записанных байтов. Если же не в порядке, то минус единицу, и в переменной erno, значение, которое можно только один раз по-моему считать, указывается код ошибки. И вот если можем erno сравнивать, например, egen, то тогда произошла вот одна исключительная ситуация. При этом программа, кстати, не останавливалась, то есть вы можете, например, на языке C написать подряд набор системных вызовов, не проверяя их, тот факт, что они корректно или некорректно реализовались. Программа от запуска к запуску может вести себя неправильно, поэтому нужно каждый раз после write-а проверять вот это вот значение erno. В интернете можете найти кучу примеров, как это делается. Той способ, то есть исключительные ситуации, вот, например, мы в Python рассмотрели, да, try-except. Ну и третий способ, это использование так называемых структур данных. И вот эти, ну, то есть это что-то среднее между возвращением значения вне диапазона, да, и исключительные ситуации. Только работает это немножко по-другому. И сейчас я, к примеру, сделаю. То есть напишем ту же самую программу, только на языке Haskell. То есть она точка hs. Поддаем сначала тип данных. Решение, да, в равном уравнении, как что-то у нас, even вот вариант, да, no solution в стиле Haskell я вам еще напишу. Два решения, да, и many. Вот у нас будет функция solve. Для начала мы все так вот сделаем. Которая будет, что у нас делать? Она у нас будет float. То есть это у нас параметр a. флот параметр b параметр c преобразовывать в структуру типа solution. Так, чтобы можно было распечатать, мы наш тип данных позволим ему распечатываться. Значит, solve a, b, c равно в зависимости от того, то есть если d больше нуля, то это будет больше нуля, это будет many, да, x1 и x5. Если d меньше нуля, то even в другом случае advice это будет no solution. Столько что-то подсказки не работают. Ну ладно, не так страшно. Мне надо дать понятие, ну что такое d. Это минус b. b в квадрате. b на b минус 4 умноженное на умножить на c. Ну и дальше я напишу. В хаске неудобно писать, то есть сначала пишешь, что есть решение, потом начинаю говорить на самом деле вот d равно вот этому, x равно 1 вот этому, x2 равно вот этому, а x равно вот этому, ну и соответственно новые какие-то переменные определяются, а 2 там q, а q это корень квадратный из d, кстати да, вот так надо писать. В общем, трудновато, да, переключаться с одного синтакса на другой. Ну и все, и теперь можно задать show суперпозицию двух функций, точек трех функций, solve у нас лучше так написать, solve, минус 1, минус 1 у нас, 0 минус 1 пускай так, 1, 1. Ну вот ошибки исправлены, да, в результате мы получаем работающую программу, видите, сразу же, main, то есть main, да, получается, но если мы вдруг захотим задавать здесь число, например, 0, то мы, видите, получим infinity и not a number хаскид, вообще говоря, у него есть несколько вариантов запуска, да, как бы для исследователя тот еще обучается, стандартная прелюдия так называемая, либо compact, значит, compact, там есть специальная функция error, она создает исключительные ситуации, ну, давайте, кстати, мы сейчас сделаем таким вот образом, что если a у нас равно 0, error запустим, вот видите, она выдала exception wrong parameter как-то там можно их перехватывать, но обычно так не делают, делаю следующим образом, использую специальную конструкцию, называется maybe, значит, maybe имеет такой примерно формат, maybe a, а, это некоторый тип, nothing, just, а, ну, например, вместо можно float подставить, то есть, это будет maybe float, я закомментирую, что он не повторялось, есть такая штука, называется ether, а, ether имеет другую структуру, значит, у него есть left, то есть, ether, у него два параметра, a, b, left, a, right, b, значит, либо имеет некоторое значение типа a, либо некоторое значение типа b, при этом right, правый, да, с английского еще переводится как правильный, то есть, если функция выполнилась правильно, она возвращает that right с некоторым значением, либо если что-то там неправильно произошло, да, то возвращает left, например, с некоторой ошибкой, то есть, это ether string, ну, например, там float, ну, либо solution, давайте мы сейчас два варианта реализуем с maybe и с ether, сейчас уточним, как правильно это maybe находить, data maybe a, находится на, там data maybe a, находится на, да, в прилюд компактного поддержанного находится, либо это control maybe, то здесь пишем maybe, maybe solution, ну, потому что вместо вот этого a, ну, теперь, значит, если у нас все правильно, то есть, мы не создаем исключительных ситуаций, мы, в случае, если какая-то произошла ошибка, мы просто возвращаем на ты, вот, если же все в порядке, то тогда возвращаем just и параметр just, many, just, even, otherwise, кстати, тоже just solution, и вот, нормально значит, main nothing ну, потому что мы минус единицу здесь 0 до поставили то есть, где-то здесь можно, например, сделать так тут, на самом деле, много есть чего интересного, но давайте, мы не будем здесь сильно присваиваем rc, любимое, просто распечатаем решение, те смотрят, case rc off, тут два варианта, то есть nothing, если nothing, то ну, кстати, тоже можно чему-нибудь присвоить, то, что мы будем писать нашему пользователю, nothing это no solution, no solution, i just x, то есть, вместо x подставить, соответственно, main x1 no solution, подобные вещи, это будет show, то есть, просто показываем, можно так писать solution, двоеточие, плюс, show x, так, answer, и печатаем его, видите, no solutions, то есть, у нас распечаталось, то есть, вместо того, чтобы задавать, есть в фитной ситуации, и возвращать какие-то значения вне диапазона, ну, то есть, фактически мы создаем заранее неправильную программу, мы создаем именно правильную программу, то есть, пусть у нас solve будет такой, более серьезной конструкцией, да, то есть, он возвращает нам результат вычислений, в виде maybe, или там, в виде ather, ну, давайте ather, что-то, сделаем, either string, solution, да, то есть, здесь можно написать, left, left, и переписываем, то есть, nothing, у нас был просто nothing, да, то есть, он нам ничего не давал, дополнительного, здесь получается, left e, это ошибка, да, тут можно даже, что-то еще дополнить, результат, плюс e, и e, это у нас строка, write, загружаем, и запускаем main, и теперь у нас более содержательный результат выводится на экран, для обработки вот этих вот, скажем так, последовательности, операций, да, императивных, ну, то есть, где у нас последовательность, имеется в виду, последовательность выполняемой каких-то операций, вот, в Haskell используются конструкции, но они называются манада, то есть, они не функциональное поведение, запаковывают в некоторую коробку, то есть, снаружи коробка, она никак не меняется, а внутри этой коробки, может происходить, в принципе, что-то ужасное, есть такая коробка, есть такая коробка, у нее тип, соответственно, IO, IO, то есть, это специальная монада, специальная коробка IO, в этой коробке можно выполнять все, что угодно, включая печать на экран, вот, то есть, все операции внутри DOOM, именно операции, они имеют тип, IO, с двумя скобками, в данном случае, эта операция одна, это print, лет, он просто присваивает значения, некоторые переменные, локальные, вот, и с точки зрения теории типов, да, когда мы тоже самое main вызываем, то мы никаким образом на остальную часть программы, чисто функциональную, мы никак не влияем, и получается, у нас программа разделена на две части, где у нас все абсолютно четко, вот, как в аптеке, и вторая часть, собственно, к нему main принадлежит, и другие подобные вещи, например, монада мэйби, там, или эйзер, там, внутри, как раз, могут происходить разные вещи, и вот, в том числе, можно их организовать таким образом, что у нас есть цепь каких-то операций, так каждая операция возвращает у нас мэйби, и можно организовать запуск следующих операций, при условии, только если предыдущие операции выполнились правильно, ну, и тот факт, о том, что некоторая последовательность привела к определенному результату, мы можем установить автоматически, то есть, если, например, в наборе операций где-то произошел сбой, то, как бы, монада, полностью функция, которая, упаковка, она имеет значение, например, nothing, его можно проверить, там, либо там эйзер с ошибкой, либо какое-то состояние, и, поэтому очень интересно изучить языки хаскеля, языки, которые наследовали вот эти все интересные моменты хаскеля, в частности, язык такой есть, раст, то есть, там, maybe, переобозначен как option, там, данных, вот здесь вставляется, с нотацией аскеля, там будет а, то есть, maybe а, эквивалентно option, а, ну, там, у них свои варианты и качества, значения вот этих, не just, по-другому, по-моему, value, а здесь null, насколько я помню, ну, и, так сказать, резюмируя, да, одна из задач программистов, одна из самых сложных задач, это, собственно, обработка ошибок, ошибок, то есть, чем больше мы обработаем ошибок, исключительных ситуаций, перехватим, и, ну, более правильно, соответственно, напишем алгоритм, то, тем, вероятнее наша программа будет работать надежно у заказчика, ну, или там, вероятно, что потраченное время на вычисление у нас будет потрачено не зря. Есть еще, кстати, да, интересный такой момент, понимая всю, была сложность, так скажем, некоторых вычислительных процессов, сложность в смысле, что они там могут быть какие-то длинные, несколько дней, например, да, то имеет смысл, например, внутри программы вставлять дополнительные конструкции, сохраняющие состояние программы. Это, вообще говоря, отдельная задача, как она решается, но мы, наверное, не будем, конечно, в курсе рассматривать, но, например, если у нас есть возможность рестартануть, ну, то есть запустить программу заново, не с самого начала, а с определенного места, да, то это просто замечательно. Например, мы считали неделю, да, и потом произошел сбой, например, из операции деления на ноль, потому что второй оперант деления, то есть то, на чем мы делим, он вдруг стал нулю, раньше не было, а потом вдруг стал нулю, а мы там считали какую-то оптимизационную задачу. Поэтому мы можем подправить программу, или там подправить значение на итерации таким образом, чтобы эта критическая точка была пройдена и продолжим вычисление. И при этом понятно, что будем сэкономим неделю работы нашей вычислительной системы. Ну, надеюсь, было интересно. Вопросы задавайте. Всем спасибо. До свидания.